Вы хотите быть золотом? Золото, которое во тьме светит, а в огне не изменяется, которое имеет цену, является драгоценностью. Я знаю, что вы хотите. И вот быть этим золотом, ну невозможно, не пройдя какие-то испытания, не пройдя плавку, не пройдя огонь. Причастие – это быть частью чего-то. Это по отношению к Богу и по отношению к Церкви. Причаститься – это стать частью чего-то. Почему это важно? Смотрите, пророк Еремия говорит так. «Я человек, испытавший горе. Он повел меня и ввел. Не во тьму, а не во свет. Кто повел? Бог. Он измождил тело мое, сокрушил кости мои, окружил стеною, так, чтобы я не вышел, так, чтобы мало не показалось. Попадая в подобные ситуации, что делать? И вы помните, дальше там написано, что милость Господа, милосердие Господа обновляется как? Но главное, послушайте, Он говорит, «Господь – часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его». В трудной ситуации в своей жизни что делает пророк? Он обращается к тому, кто является ее частью. Это не просто знание о Боге. Господь – часть моя. Причаститься – это быть частью чего-то. У Бога прекрасный проект на твою и мою жизнь. Не случайно Он умер на Голгофе, чтобы стать частью твоей жизни, твоего времени, твоих начинаний, твоих проектов, чтобы, когда придет огонь, ты мог сказать вместе с этим пророком, «Господь – часть моя, причем лучшая часть, причем это тот Бог, которому я отдаю предпочтение и первенство, вот почему я буду уповать на Него». Три основные мысли хочу вам сейчас передать. Что ожидает нас первая мысль в наступившем уже Новом Году? Что ожидает нас, как церковь? Я хочу сказать первое – это то, что Бог будет святить нас или просто освящать. Бог будет это делать, и вы это увидите, потому что Он занят серьезно нашим спасением. Как это будет делать Бог? В первую очередь через Слово Божье, баню водной. Дальше через ваше непосредственно бодрствование, но Он будет это делать, проводя нас через различные испытания и трудности. Вообще, горнило бедствий, послушайте, оно облагораживает и делает лучше не только отдельного человека, но целые народы и страны. В принципе, несчастье – это великий учитель для человечества. Бог будет святить народ свой. Источником практически всех бедствий является беспечие человеческих сердец. Вот почему написано Амоса 6 глава 1 стих «Горе беспечным на Сионе». Сион – это церковь, и это слово обращено к церкви. Здесь и не идет речь о грехах, хотя мы можем читать «О беззаконнику горе». В принципе, горя во всех хватает. И мы по-разному относимся к этому горю и реагируем. Но Библия говорит, что беззаконнику горе, а праведнику благо. Но кроме всего этого, еще написано, что горе беспечным на Сионе источником многих бедствий и бурь является беспечие человеческого сердца. И вы можете дома прочитать эту главу, Амоса 6 глава, вникнуть и порассуждать для себя. Там написано, «Вы, который день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным вроде как Давид. Но ввиду, ввиду беспечной жизни, говорит, вы пойдете в плен первыми или впереди идущих. Не потому, что Бог этого желает, а потому, что Он заинтересован в пробуждении человеческого сердца». Вы должны знать, и вы с этим уже соприкасались, что испытание, испытание благополучием и процветанием несравнимо с испытанием каким-то бедствием или даже голодом или бедой. Несравнимо. Здесь есть люди, которые пережили холод и голод, я-то знаю. Но я говорю очень серьезные вещи сейчас. Вообще, беззаконие, можно сказать, поднимается не тогда, когда люди проходят через какие-то трудности или испытывают голод. Потому что люди тогда заняты поиском хлеба. Но испытанием благополучием испытания очень серьезные. В Библии написано, чтобы, когда ты будешь есть и насыщаться до избытка, тогда берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего. Поэтому даже испытание нищетой, это не настолько серьезное, как испытание благодушием, благополучием и процветанием. Почему? Потому что процветание раскрывает наши пороки, а бедствия наши что? Добродетели. Вы говорите, вы можете спрашивать, что происходит, куда идет христианство. Вы можете просто получить ответ на этот вопрос. Я еще раз повторю это. Просветание раскрывает наши пороки. И во многих они уже раскрылись. Даже мы можем видеть то, что мы не ожидали. Но это факт. А испытания трудные времена раскрывают наши хорошие качества или же добродетели. Не случайно различные извращенцы подают свой голос тогда, когда вокруг благоденствие. Но Бог, Он знает, как пробуждать свой народ. Слава Ему за все это. Поэтому во времена благополучия всегда происходит так, что люди ослабевают очень быстро. Вот почему Дух Святой бьет сегодня тревогу. Запомните этот стих. Горе беспечным на Сионе. Есть такой псалом. Скоро наш Господь придет, но каким тебя найдет? Небеспечна жизнь твоя течет? Суетой заняты о земном твои мечты. Но что будет, как Господь придет? Следующая моя мысль по теме. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб, и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытываешь себя человек, и таким образом, пусть есть от хлеба, и пьет из чаши сей. Ибо кто есть и пьет недостойно, тот есть и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные и больные немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы с миром. Следующая моя мысль. Научись судить себя. Когда вы судите других, вы наступаете на грабли. Сами навлекаете суд на себя и сами получите по голове. Но когда вы способны судить себя, это серьезная, серьезная, можно сказать, уже духовная высота. Вы на пути к физическому и духовному исцелению. О, если бы другими словами, в конце концов, если бы вы так жили, вы бы просто были здоровы и не были бы написаны судимы с миром. У нас впереди служение причастия. И это, можно сказать, самый актуальный момент, чтобы приготовить свое сердце. Послушайте, до тех пор, пока человек будет оправдывать свои ошибки, никогда от них не избавится. Никогда. До тех пор, пока человек оправдывает свой грех, он не сможет победить этот грех. Вот почему написано, что мы должны чему-то научиться. Грех надо осудить осудить через самоанализ, через личный самоконтроль. То есть, не суди других, не осуждай, а наоборот прощай. Какую мысль я хочу передать сейчас вам, послушайте. Обычно, когда у вас что-то случается в жизни, ну, например, вы где-то повели себя не так хорошо, потеряли мир, вы понимаете, что кто-то виновен в этом. Муж, жена, природа не имеют значения. Но я еще раз повторяю, пока вы будете оправдывать свои деяния, вы говорите приблизительно так, если бы он не сказал, если бы он не подошел, если бы он это не сделал, ну, если бы, но вы никогда не делаете так. Да, он это сделал, да, он это сказал, но какое же мое мелкое христианство, сколько во мне еще свинцового, которое надо выплатить, выплавить, которое тянет меня ко дну. Я хочу, чтобы вы эту разницу поняли. О, если бы вы научились судить себя, если вы даже идете путем покаяния, но подсознание, подсознательно считаете, что кто-то виновен, я еще раз повторяю, вы не избавитесь от ваших грехов и от ваших греховных привычек. Почему? Потому что, например, люди будут обижать всегда, всегда найдутся люди, которые вас обидят, но если вы не облекаетесь в прощение, то вы просто закапываете себя и свою духовную жизнь. Поэтому научись, научитесь судить себя. Пусть Бог нам поможет. Почему? Потому что это актуально. Вспомнил, я историю от Адама написано, что Адам, как сказал, это жена. Все. Все. Это очень мелкое христианство, глубокое христианство. это я занимаюсь самоанализом. Я не обращаю внимания на окружающих, я не оправдываю свои поступки, я анализирую не других, но себя, я не занят мыслью, как можно было такое сказать или сделать. Я занят мыслью, как я мог так поступить, как я мог так ответить, как я мог себя так вести. Вот в чем вопрос. Пусть Бог принесет нам исцеление. Вообще каждое испытание и каждая даже ошибка, это определенный урок, и Бог при этом чему-то учит нас. Но это только начало. Урок повторяется, пока он не будет усвоен нами. Если легкий урок мы не усваиваем, на следующий раз будет более серьезный и тяжелый. И усвоили урок мы только тогда, когда это послужило к изменению моей жизни. Не имеет значения, как тяжело твоя жизнь проходит. Имеет значение, что ты оттуда выносишь. вот почему сегодня это слово актуально выйду как золото. Да, испытания серьезные, да, моя невинносимо трудная, я не все понимаю, но я знаю конечный результат, потому что Бог часть моя, и так буду надеяться на Него. Аллилуйя! Ну и последняя моя мысль прощайте. Это актуально к нашему служению, которое мы сейчас будем совершать. Я уже сказал, что обиды ко всем подходят, и обижающих было немало, а в будущем они умножатся. Но это не значит, что ты должен покрываться обидой, ты должен покрываться прощением. Что это значит? Не надо идти к человеку и говорить так, что ты вообще нехороший человек, ты просто негодный человек, но я тебя прощаю. И смотришь и думаешь, какое великодушие. Но чтобы прощать, то надо не судить, а что делать? Прощать. Не обвиняй, прощай, но что делай? Прощай. Не обвиняй, но прощай. Если в вашей жизни сквозит обвинение, вы прощать практически не в состоянии. Это два разных полюса обвинять и прощать. Я или обвиняю, или я что делаю? Прощаю. Если вы хотите, чтобы непрощение к вам не вернулось, благословляйте врагов ваших. Молите за обижающих вас. Что-то вкладывайте в тех, что-то вкладывайте хорошее, что причиняет вам боль. И они на глазах ваших преобразятся. Будьте христианами не на словах, но на деле. Заканчивая, подвожу итог. Первая моя мысль. Бог в наступившем году будет освящать нас. Но мы имеем Слово Божие и говорим в своем сердце, Господи, выйду как золото. Выйду как золото. Вторая моя мысль, что благополучие процветания – это серьезное испытание. Мы должны научиться проходить через успех и через неудачу или испытания невредимыми. Вы скажете, какое же испытание тяжелее? Кому как? Кому-то одно, кому-то другое. Но мы должны проходить неповредимыми без потерь. Ну и последняя моя мысль – прощайте. И я хочу вас предупредить, что прощать надо будет очень много. Очень много. Но не переживайте, еще никто не перепрощал. Не прощал так много, что уже все окружающие говорят, не надо, больше не надо, больше не надо. Сколько вы будете это делать? Сколько вы будете и благословлены? Поэтому сейчас у нас будет краткая молитва и дальше будет причастие. Я прошу вас об одном. О, если бы вы судили себя сами. Это момент истины для вас. Когда вы склоните свою голову пред Богом, скажите, и здесь я увидел себя. И здесь ко мне, когда ко мне обратились, я увидел свое несовершенство. И здесь я понял свою неготовность. Господи, помоги мне. Если что-то подобное было в вашей жизни в течение недели или месяца, сегодня скажите Богу об этом, осуждая себя. Оставьте других в покое. Бог с ними разберется. Приведите вашу жизнь в порядок. И пусть вас всех благословит Бог. Аминь.